Девушки отдыхают У ледоколов начало навигации в январе. К середине календарной зимы лед на морях становится таким толстым, что обычным судам требуется помощь. Так что новенький в составе Совкомфлота Витус Беринг, отправившись из Петербурга 11 января, на Сахалин придет как раз вовремя. Таких еще не строилось ни в Российской Федерации, нигде в мире. Оно является не только ледоколом, но также и судном снабжении. Это судно снабжение доставляет материалы и грузы для буровых платформ. Такие суда обязательно нужны, потому что без этих судов практически бурение скважин на шельфе моря и океана практически невозможно. Владимир Меркушин на строительстве Витуса Веринга руководил работами по производству корпуса, причем не только на Выборгском судостроительном заводе, где ледокол начинали строить, но и на верфи Арктек в Хельсинки, которая, кстати, наполовину принадлежит Российской Объединенной судостроительной корпорации. Для нас это первое судно из той линейки высокотехнологичных судов, которую мы запустили на наших верфях, как совместной верфи в Хельсинки, так и на наших российских верфях в Санкт-Петербурге и на Дальнем Востоке. Спуск на воду второго судна типа «Витус Беринг» назначено на май нынешнего года. Ледокол, естественно, тоже будет работать под флагом России. Строго говоря, это не ледокол вовсе, а многофункциональное судно снабжения ледового класса. Но боевые характеристики этого дизеля-электрохода ничем не отличаются от ледокольных. Общая мощность двух азиподов 13 мегаватт. Это позволяет судну двигаться в льдах толщиной до 1,7 метра. Судно может двигаться в этих льдах со скоростью до 7 узлов без каких-либо затруднений. Азиподы, которые упомянул механик «Витуса Беринга», это движительные установки судна. У «Витуса Беринга» нет руля. Его приводят в движение невидимые над поверхностью воды винторулевые колонки. Причем это не новинка. Балтийский завод в Петербурге еще в 2007-м оборудовал таким управлением два самых новых отечественных дизель-электрических ледокола – Москва и Санкт-Петербург. Азиподы позволяют судну при застревании во льдах раскачать корпус и самостоятельно освободиться, либо просто развернуться, не сходя с места. Большая маневренность. Если здесь ледоколы при движении в порту используют буксиры, я имею в виду тот же Капитан Сорокин, Ермак, Капитан Николаев, то мы здесь входим без буксир. Это как раз говорит о том, что в таких стесненных условиях, где подчас ширина канала не превышает 80 метров, а наша ширина 27, мы можем даже в таких условиях самостоятельно действовать. Большинство российских ледоколов трудятся, естественно, в портах. В нынешнюю навигацию в строю 29 дизельных машин и 3 атомные. На Дальнем Востоке в портах Магадана и Хабаровского края работают 4 ледокола. Такая же группировка пробивает зимние пути к Таганрогу, Азову, Ростову и Ейску. Даже на Каспии ломают лед 3 судна. Что уж говорить о крупнейшем порте России – Петербурге. В акватории города дежурят сразу 5 ледоколов. Плюс 8 машин пробивают дорогу грузовым караваном в порты Ленинградской области. Водные подходы к Архангельску расчищают сразу 4 ледокола. А вот Мурманску в этом году повезло с погодой. Здесь вполне справляется всего один капитан Драницын – это дизельный ледокол. Атомная Россия оставила самый северный порт страны и направляется сейчас на усиление Балтийской группировки. Еще два атомохода традиционно работают в арктических широтах Северного морского пути. 50 лет победы в районе порта Витино на Белом море, Вайгач в Енисейском заливе. Атомные машины от дизельных отличаются, конечно, по виду топлива и по мощности. Атомные, естественно, сильнее, но дизель-электрические ледоколы могут свободно войти в любой порт. И круг задач у них шире, особенно у новых. Тушить пожары и на других судах, или на береговых объектах. У нас на борту находятся средства для борьбы с разливами нефти. Мы можем доставить и боновые заграждения, и средства, которые позволяют собирать не только с водной поверхности, но и со льда. У нас на борту имеется и водолазный комплекс, может проводиться и сварка, и резка под водой. Имеется необитаемый подводный аппарат, который можно использовать до 400 метров глубины, осматривать подводные, может быть, трубопроводы или еще что-то. Многофункциональными впредь будут строить все отечественные ледоколы. На Выборгском судостроительном заводе сейчас делают сразу три новых дизельных ледокола. Один заложили в октябре 2012 года, 17 числа, еще два в декабре, 12 и 26. Получается, всего за два календарных месяца здесь начали строить сразу три новых судна. Когда еще такое прежде бывало, помнят разве что самые старые сотрудники предприятия. Эти ледоколы для Выборгской верфи станут первыми. Но сказать, что здесь нет опыта, нельзя. Завод построил не один десяток буксиров ледового класса и даже две плавучие буровые платформы для работы на шельфе в Арктике. Не стоит забывать, что корпус нового судна «Витус Беринг» финским корабелам также изготовили именно в Выборге. Ситуация с этим заказом принципиально иная. В серии из трех ледоколов два ледокола будут полностью под ключ строиться в России. В третьем ледоколе генеральным подрядчиком является Выборгский завод, субподрядчиком является Хельсинская верфь. Вся проектная документация будет разрабатываться в России, поставляться уже в готовом виде на Хельсинскую судоверфь. Все закупки, все оборудование будут закупаться тоже Выборгским судостроительным заводом. Кроме Выборгского завода, который должен передать свои ледоколы Росморпорту до конца 2015 года, два крупных контракта выполняет Балтийский завод в Петербурге. В том же 2015-м здесь ждут дизель-электрический ледокол мощностью 35 мегаватт, а в 2017-м атомоход на 60 мегаватт для Северного морского пути. Еще одну, правда, более скромную и дизельную машину мощностью 7,5 мегаватт строит сейчас завод «Янтарь» в Калининграде. Весной будущее судно отправится на верфь Российской объединенной судостроительной корпорации в Хельсинки и к концу 2013 года начнет работать в портах на Балтике. Объявлен конкурс на строительство еще двух ледоколов для атомфлота. Заканчивается проектирование атомохода, который сможет работать не только в арктических морях, но и на относительно мелководных участках в устьях Аби и Енисея. Общий объем государственного заказа на ледокольный флот сейчас 57 миллиардов рублей. В программе атомных ледоколов будет несколько серий, таких как объявленная серия ледоколов с малой осадкой для работы в таких морях, как Азовское море. Потому что опыт предыдущих навигаций показал, что зачастую ледовые условия для навигации даже в Азовском море требуют наличия ледокольного флота. Безусловно, мы закрываем потребности Балтийского моря в части строительства дизель-электроледоколов мощностью 16-25 мегаватт. И, соответственно, потребности Охотского и Японского моря будут тоже закрыты новой программой строительства 25-мегаваттных дизель-электроледоколов. Программа развития ледокольного флота России не имеет ни определенных сроков, ни даже точного количества машин, которые необходимы стране. Судостроители всегда имеют в виду настоящий момент. А завтра геологи откроют новое месторождение на шельфе. Транспортники решат построить новый порт. Или полярным регионам потребуются дополнительные объемы Северного завода. И российские корабелы будут строить новые и новые современные ледоколы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова